Ну, я видел, как PPD, Flares, Lounge, фасаповал немного, спал, отдыхал, может быть, еще не проснулся. Я думаю, надо поаплодировать командам обязательно, поддержать. Да, и надеяться на то, что Evil Genius соберутся и покажут нам отличную игру во втором сете, и, возможно, перейдется у нас к третьей карте. Покажется же 1.0, Team Liquid впереди, и мы передаем слово нашим аналитикам. Субтитры сделал DimaTorzok Какая же четкая и слаженная игра от команды Liquid приносит им победу в первой карте? Ну, все, как мы и говорили. Давление и микроигра. Все. Микроигроки побеждают макроигроков. Снова эта история, повторяйте. Хотя у них и тоже есть микроигроки, но лидят они прям все микроигроки. А тут теперь и макроигроки. А к уроке. Ну, микроигроки, но чуть хуже микро, чем остальные. Микро-макро. Микро-макро. Нужен один микро-макро игрок, чтобы контролировать. Капитан, да, микро-макро. Ну, вообще, вот в целом по игре, что можно отметить? Я думаю, можно посмотреть хайлайты и уже анализировать ключевые моменты этой игры. Поэтому давайте же посмотрим, что нам эта игра преподнесла. Она была достаточно короткой, и моментов было действительно не очень много. Ну, это вот, собственно, первый момент, где микроигроки, да, Ликвид взяла свое. На самом деле, до этого момента и после него много чего происходило в игре, но в таком случае нам пришлось бы пересматривать всю игру, чтобы назвать ее хайлайтом, потому что кириллы в основном были одиночные. В основном происходили какие-то загульные ганги, и какие-то драки, именно таких вот, которые мы можем разобрать, было не много. Но любые драки, которые возникали, они все заканчивались победой Ликвид. Ну, тут не только знаменитая микро-игрка сыграла. Тут такая, отложила, все, команда фиданула. И что надо сделать? Бестмайска. Ну, 4 секунды, извините меня, не каждый раз выпадает. Нет, ну так-то, конечно, да. Портовой парень. Не каждый раз выпадает 4. По ней везет, я играю. Именно так. Раз выпадают до конца. И вот каждая драка, она вот о том, что ЕГЭ как-то очень странно заходит. Непонятно зачем, непонятно куда, непонятно почему. Мешающее в интервью верно. Да, ну, для хорошего ООЕ в драке. На самом деле, вот, мы так все это смотрели, мы даже как-то отдавали в какой-то степени предпочтения кикку ЕГЭ именно, но по итогу Мулликет вырисовался, ну, такой достаточно понятный пик, Толст и опять же. Опять же, Толст и есть чем драться, есть чем пусы, Данни Ларак и так далее. А вот ЕГЭ своими последними пиками, своей Death Prophet и Челл Снайдер, они немножко как-то не знают, что вообще мы не сделали, потому что Death Prophet у меня в итоге сложилось ощущение по этой игре, по тому, как они ее вели, потому что они сломали, да и там, две вышки за всю игру. Мне сказалось, что они Death Prophet украли просто у Ликбетов, то есть они не... Может, где-то видели, например, ООО, может, скрыли, не знаю, может, там, может, казалось, что... Нет, Ликбеты Death Prophet играют постоянно. Так вот, у меня такое ощущение, что ЕГЭ и затем мы взяли, чтобы не дать Ликбетов, видимо, почувствовали, что Ликбет могут взять и решили украсть. Ну, окей, ладно, вы украли, вы, правда, не особо знаете, что с ней делать, но герой все сильный, бог с ним. Но Челл Снайдер с пиком очень как-то вообще непонятно зачем. Нет ни одного усиления, ни одной ауры под Снайдер. А он сам сегодня не такой сильный. С его обычным грузом, под бисмастером, может быть, какого-то, сединой. И в конце концов, ДК будет убивать его иллюзии? Вот, в любом, но и дети, да, будет очень быстро, и как раз, я ее... Сейчас на этом уже... Сейчас на этом уже вначале агрессивнее играть, если бы этот армлет уже идет по карте убивать, не знаю, что сделать, а он что-то сделал. Он пошел через Медас, через Медас опять вот это... Вначале к тому, что Ауи, парнящий парень, ну, не за-таки это ребят брать, которые что-то делают вначале. Нужно к герою, который уходит, ну, куда, в конец игры, Лайк. Снайдер подходит. Челл Снайдер не очень подходит. Да, можно дать секунду. Если бы играли в Версус Прош, в первой войск, это идеальная драка, то у них бы, наверное, получилось комбинить Дарксиро и Сайлентс Вайншри, тогда бы в драках они бы что-то могли. Но тут вполне было ни одной драки, в которой больше доживало до стяжки Дарксиро. Это тоже минус по поводу позиционки. Да, очень плохо это делает. Говоря как раз о Дэс Профит, вот, и Ликвид, да, действительно любят у них 11 из 15 игр выиграно на этой Дэс Профит. И самое главное, что против этой Дэс Профит они выиграли 11 из 12 игр. Ну, вот сейчас 12 из 13. Почему у нас есть эта статистика, а у ЕГЭ нет? Вот непонятно. Я бы не стал брать героя, против которого команда противника выиграла 11 из 12. Ну, это уже вопрос, конечно, к гению драсту ППД и к его... В этой игре он не особо поверил генералит. Как и Мэйдпикл, да? Почти. Вы замечете, что мой пик был, наверное, получше зашел. Ну, по крайней мере, он был более зрелищ. Они, как минимум, я согласен всем, чтобы... Дэс Профит, я думаю, по такой игре точно. Так вот он его украл, не хотелось убрать, а у нас хотя бы с нельзя, надо бы обоходить, и нельзя проверить статистику, и так, что... Ну, заранее должны делать. Ну, на каждую игре, как вы, наверное, заранее. Не, ну Дэс Профит, знать, что пата равно разор, равно Дэс Профит равно пак, это обязательно, мне кажется, знание за сердцами. Просто его герои, он на них играет во всех версиях, пусть время и расстояние, неважно какие патчи, эти три герои не меняются для пата. Поэтому, надо было банить тогда, наверное, может быть, не героев Матумбы, потому что для него герои найдут. Там, помимо вот этого Ландруида, которого взяли, то есть они завалили Ликана и Антимага, взяли Ландруида в итоге Ликведа, но помимо него был Эмбер Спирит, был Ланчер, был Тот, любой ФДП. Ну, кто-то еще, в общем-то там, Ственский, Геракон, потом бы, а, Эмбер Спирит. Да, вы посмотрите, телезвезда наша, Вова Мэйл Шторм, раздает автограф сейчас, всем желающим. Здравствуйте, Владимир. Да. Вот так вот. Вот так вот и становится. Так, я тут отходил. Эмб. Совсем скоро попросят рассветки по своим местам и продолжить наблюдать. Вот куда идет незабаненный фурьер. Да, да, да. Мы, к сожалению, так не можем к вам выйти, прямо на зад, автографы, работа. Мы что-нибудь придумаем, наверное, Райкфор, действительно. Я выйду после этого. Ну, когда уже все закончится. Потому что мне надо же смотреть и анализировать игру. Это важно. То есть я могу выйти просто. Мы можем выйти прямо сейчас. Нет, сейчас не хочу. Так, значит, что там? Сейчас не хочу, мне нравится, ребят, с вами находиться. Потому что вы, помимо того, что мы грамотные аналитики, а с которыми не всегда приятно подиспутировать, пообщаться и... О-о-о-о. Вы еще и мои хорошие приятели, друзья, и вообще мне очень комфортно, поэтому никуда не не пойду. Отпах. Знаешь, что нам надо хватает? Камеры поцелуют, у вас, мне кажется. Ну тогда сейчас на нашу переведем, сразу я знаю, что... Да, да. Наверк, ты понял? Да. О, в Na'vi. На'vi. На'vi. Где Na'vi? Там, в Na'vi. Там, в Na'vi. Между прочим, в Flair... Flair. Flair. Ф... Flair. В Flair есть стенд с механиками, там можно купить такой фигутик, и футболки Na'vi там тоже есть. Да? Да, что творим во внове. Граем по? Ладно, давайте мы вот немножко отошли от игры, все-таки вернемся к ней. Интересует ваше анонимство по поводу пикопускаров. То есть мы, в принципе, этого героя в 687 видим очень редко... Привет всем, кто подошел. Мы взяли рестарт. Еще один остался. В общем и целом, насколько я понимаю, ни один регион этого героя, в принципе, не жалован. Нет, благо Хэл сейчас не спит. Да и там Хэл спал только потому, что ему стало грустно. Все катали покер, покерный турнир в первый день. В рамках эпицентра тоже этого пускара не припомнить. На первый пик... Смутить, смутить, смутить. Команды, которые берет себе своих героев. Это сигнатурный герой Геройка. Герой 4. Эвер Спирит. Эвер Спирит интервью Верна, как раз и Китаб и Челлендж. Вот один из них. Так, дорожка, сразу обзорка. Портальчик видать. Ну, выглядит вроде неплохо. Два родных героя по два стека, по два три стека. Отстроены арчи. Что это получается? Двенадцать. Двенадцать. Двадцать шесть, между прочим. Двадцать шесть арчей. Неплохо. Еще и нычка копий. Йоспериты не дают для Руси. Они не дают, а Стас в какой-то степени... Ну, неплохо. Может быть, даже за грейдем посмотрим. Гангит мидл. Примерно так же, как это делает Йосперит. Ярик, а что, если... Офис камера поставит. Наконец-то. Наконец-то турнир погладен. О, господи, не надо. Вернись лучше на нас. Ребята, мы в нормальную игру играем вроде. Да. У нас все-таки турниры по доте. Ребята, по поводу... Ладно, Митя, исправляй ситуацию. Переведи внимание на... Так вот, по поводу... Того самого Игоря Сустика, что... Команды были... Да. Не опасные, поэтому не брали сейчас. Это опасная команда. Может, наоборот? ОГЭ, они считали, что... Сидит соперник, кипит что-то на верочку. А сейчас считают, что ИГЭ, это для них запасть обоставит. Поэтому они... Ну, это мы можем попросить... Не знаю, в Белатова, после мальчума с абьюс, спросить, почему он стаск... Почему они стаск... Возможно, Велат и сам захочет... А... В какой вопрос задать, если... Ну, это только, если победят Литю, давайте... А, да. Стас, что-то из серии... Не короник. Кипит пикает. Он, если не хочет... Ничего показывать, что он будет брать, Он просто берет Ночный Спирит. И все. От нее начинает играть. И здесь то же самое. По-любому Джераксу возьмут его героя. Почему бы он нам не отстолкнулся от Джеракса, И ничего не показывал вам. Вот, и все. Ну, что, стоит, наверное, Evil Geniuses во второй карте Прибегнуть к более... Стандартной игре. Возможно... Не брать вот этих ЦК. Я помню этого ЦК от Ауи. Он еще... До внешних времен, когда Ауи играл на саппорте в команде DC, Он брал этого ЦК себе, чтобы поиграть. Бегал и так же умирал. Да. И так же умер. Полезен был примерно настолько же, насколько вот в первой карте. Нет, ну... Тут... Непоруженным взглядом видно. Вот мы смотрели хайлайты, что какая-то вот просто... Расхлябанность от команды Evil Geniuses. Но если команда играет вот на... Не знаю... Очень серьезно. Вот прям на победу. Выигрывает там... Мейджеры и интернетчные. Ладно. Когда у тебя убивают трех героев, ты не идешь. Выбив там на четверочку, ты не идешь. Ну, подожди. Ну, вылетел на четверочку. Ну... А сейчас еще он потом за всю Крит вылетит. Ну, по-любому. Раз ведет, то до конца. И... Ребята, я на первый раз предупреждаю. Не халат, а халайт. Не понимаю, что Evil Geniuses решили играть с Ликкет в их игру какую-то. Никита, надо читать правильно. Я же тебя ретардом не называю. Наскорраться, гангать, убивать, сноу болит. Это десклокет, который должен ломать вышки. Этот баунти-кантер, донсфирм, которые должны очень активно по карте играть. А ведь ЭГЭ всю жизнь были макро-команды, которые фармили. Они умели фармить по 50-60 минуты Нигмана ФП. Это же все их истории. Винго Энигма, какой-то там супер-пупер-лейт, какой-то мидер нормальный. Показывают классно драки, а вы те просто переигрывали. Да. Но ты извинилась. И где это все эти ткани? Бульва пришел. Ауэк пришел. Говорит, сейчас я наслечался с Найт, это их... Ух! 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 Что-то не ух. Но на коне не получилось. Это Ликкет на коне. Или даже на логотипе конь. Ну посмотрим, может Петр сделает выводы после ваших сказанных слов. Опять. Поэтому батона не было? Может быть. Может быть первые заготовочки без коней. Ну вообще, вообще. Можно было вывести эту батону. Так. Так. Ну, да, ну такое же не хуже. В самом деле им все очень просто целло за пармит. И 10 минут и потом 1 раз, и все на них получилось. Если что нельзя или не дать. Не, ну давайте откровенно. Вот этот пик аппаратий, по-моему он очень не очень важен. Уроки, которые он давал в замес, так могут быть. Так был бы любой другой герой, так тяжело он спокойно во всем. Был бы тот же самый эффект. Проблема-то не в уйте аппарат. Ну и в нем, в какой-то серии не сложно. Удобно играет, есть верт. Залетает рон от вестмастера, туда сразу летит. Дыхание ДК, ульт-аппарат, все это под ай-клортексом. Один герой лопнуло, его никак не спасли, потому что сейв это нет. Нет ни вертения, ни из какого-то ходу, тема, но ничего не нравится. Ну, Денчик подошел. Ден, я, кстати, уже 4 литра кола купил. Не знаешь, к чему бы это? Думаю, вдруг пить завтра захочется. А тут, оп, Кока-Кола. Ну, думаю, 2 литра еще на всякие пожары надо будет докупить. Перейдем к обсуждению второй карты. Ну, нет, не показал. 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 Нет, тогда кажется, конечно... Конечно, не пьют. Ну, только по пятницам. Кажется, что этот человек очень... В пятницу не считается. И на организм не действует. Самая полноотровная команда, которую я видел. Вот вообще... Дикай? Да. Они вообще проигрывают, выигрывают. Вот они всегда... Финал Интернешнл. Просто с каменной милицией вышли, выиграли, отработали, набрали 6 миллионов долларов и... Ну, там только Ауи порадовался и после этого его не кинут. Радостный какой-то. Недостаточно хладнокровный уволен. Ну и вернулся Ауи, набрав хладнокровный. Он Булька его и прихватил. А что он будет, как-то... Да, пятница 13-ая, кстати. Ну, я не знаю, вот Булька тоже выглядит достаточно собрана, серьезно и спокойно. Мало, мало серьезных в команде, чтобы было бы мало. Поэтому и проигрывают, и про эти результаты. Притом, сам Бульба, вот он весь турнир играет на очень высоком уровне. Он как раз, как раз, как раз, как раз. Да, ему комфортно, видимо. Чувствую себя в своей тарелочке. Ну, старались, ему дали шанс. Он долгое время в Бульбу у нас по разным командам не успешил, тренером был в команды, да, и он был тренером. Илл Джинюсс уже два года подрел. Нет, он был тренером, по-моему, команды Ликвид на 5-й мейджер. Можем сказать, что мейджер? Может быть, на интернешнл ли он точно был тренером Гига? Нет, на последнем мейджере он был тренером Ликвидов как раз. И сейчас команда играет в этот тренера. Он говорит, я их знаю полностью. 0-1, 0-2. И все, и все, это филористик, и он говорит, блин, не знаю. Это Митя. Позвонили, позвонили, не там и человеку. Ну что же, ну что же. Вторая карта. Ликвид против Илл Джинюсс уже начинает. Сейчас начнутся диктей. Так вот, сейчас уже точно начнутся диктей. По поводу Бульбы, ну да, мы отмечали... Вот если вспомнить вообще всю карьеру Сэма, то он в свое время поражал игрой очень качественной, очень хорошей. Мы вспомим тот же Интернешнл 3, Ликвид против команды ЛГД. Кстати, забавно, что он тоже играл Ликвид тогда. То, что творил Бульба... Сейчас играет против Ликвид. То, что творил Бульба тогда, это было сильно. Да, потом у него был такой серьезный спад, Но вот сейчас, видимо, возвращается в свою самую комфортную форму. В самую лучшую форму. Итак, Ликвид против Ил Джинюсс, карта номер 2. И что мы видим? Мы видим баня... И опять же, Ликвид первый пик. Так получилось. Есть Doom в игре? Есть Beastmaster. Есть Pro, есть Void. Есть... Может, вы разы сделаете? Думаю, нет больше. Думаю, нет больше. Ну, стики такие же карты. Здесь я ставлю 4 игры. Подследовательные начали. Начать это нам в Стаск, ребята. А мне кажется, что-то не знаю, что они могут по-разному. Совсем выиграть 4 игры. Мы можем взять его в втором или третьем ИРе. Например. Чувалаки, там расходился. Нет. Хватит, Канама. С другой стороны, это Стаск работает. Жека Чук, Чанама. Сейчас без снайки его ухватят. Вы расчеты на то, что они не будут его учениться в Стаск. Нет, они будут свои. Ну, мне кажется, что сейчас в ЕГЭ возьмут все Диста. Возьмут Диста, и при том, они могут взять и Диста, и... Какого-то... ...какого-то... ...какого-то... Потому что мы уже видели от них... Листа через Аэверн-Салон в лесу. Очень диспансер. Может, нельзя брать Листа, потому что... ...сидит, и будет Сэвить. Эм, для героев. Так... Я кидаю Шиор, и сразу заезжает. Если ты уходит, то рекомендует раскидывать... ...воплейник, выбирает... ...палонов спула. И выбирает героя для Сира. ...а вот какого-то... ...участливого сплата. по поводу, где касается, как это дизельный, он не смотрит, лидер в 4-5, не нравится. Болн, в который ЕГЭ и дизрактор. Опа! Ну, интересно, как-то типи пошли опять из-за балансиканта. Выходишь, не потеряешь. И я тоже такого же мнения, вот зачем ему нужен, не понятно. Опять пойду, дизрактор, просто ликвиды, в обыкленный момент, сято и снимаем, как получится, могут рано, могут попознать, и БК, который, дай бог, там, что уровень получит, что он умеет драки, мало чего умеет. Трекки дают. Трекки дают, один в браке, он, конечно, не знает, что он уже пользуется. А вот этот героин, серьезно. Это уже действительно серьезно. Кстати, этот игрок бомбалил. У него же у него все бомбалил. Но он был во второй плане. Да, второй. Второй, да. Но игрок не бомбалил. Вот раз в единичных раз взять, чтобы его случайно не добавить. Закон. Теперь развязаны руки у ТПД, ему не обязательно больше банить героев для Матумбы. Это вообще была ошибка, как по мне, в той игре. И можно банить героев других разнообразных. Но потом банить тоже такая себе идея. Да, потом банить тяжело. Можно мать контроля подбать. Или второго сапта. Парк снова будет. Развор. И байк. Байк уже в бане. Развор. Байк уже в бане. Развор. Дэспорт. ДК. В основном его. Любимых героев. У него есть еще в барах. Даже в тажманности он очень неплохо отигрывает. Байк в сумму вряд ли. Я про то, что хочешь не хочешь, герои его найдут. Ну это со мной. Хорошо играет. ДПЛ уже нет. Да. Все уже не заболели. Они ее реально воровали. Да. Скорее всего. Можно вместе с ДПЛ брать. Это просто, чтобы полностью хорошо заходить. А там арфурион должен следить. В арфурион в основном. Да. С косякной стороны не байк. Так, приходит ход. Поехали, походим. Блин, надо было трубку промыть. Так. Я уже думал блок. Так. Что мы имеем? Кроме портала. Ничего. К сожалению. Улик. Я тут вообще не пройти. Плохо. Хотя развязка дорог неплохая. Еще улик. Два улик. Слишком сложно, по-моему. Сложно. Ну, вы были правы. Ну, возможно, у вас много рук. Может, у вас много лик? Нет. Я знаю. Какие лик? Будь бы поехал тренировать ЕГЭ, а в 1437 опять бы поехал Сикрет. Не Ликвид. Сикретов он поехал. Да не было у Ликвидов никого, Сережа. Не было у Ликвидов никого, Сережа. Не было никого. Станьте себе. Были спокойные пять парней. Оказывается. Они пять парней и неспокойные. И по разбежке тухловато что-то выходит. Вторая стадия пиков. Вторая стадия пиков. Третий герой для его лжиница. Надо брать Дарксира. Надо брать Дарксира. Надо брать Дарксира, надо брать Дарксира, играть Дарксира. Портальчик хорошо, но что-то все подблочено. А, тут вообще еще глухой блок. Портепликаны. Классика. Жанра. Да. Торестарт. Ну это тоже классика, только другого жанра. Я думаю, что этот жанр не будет. Тусть трагедия может и будет. Если будет Эмбер Спирит. С Ликвидов их просто высокой, кажется. Они не смогут как-то из Дидерактора. А с вот этим героем как чертится? Это еще хуже, мне кажется. Да, хуже намного хуже. Извините лень, я не привык это делать и если я начинаю говорить о том, что я что-то делаю, то понимай, что я хожу. А вот Войт пока не очень похож на идею. Да, все очень плохо. Нет, Дидеракторы Войт это хорошо, но Бхан вообще никак не вяжет с героями, чего ради он не служит. Они не все не вяжут с другом. Если сейчас летит просто Бахман по именно в Клуслу, то есть заберут в Клуслу, он возьмут какой-то Вич, Доктор. Они в Клусле почти не троп, они пойдут. А ты что, поставишь статик Сторм и Купол и будешь смотреть на них? Сейчас что-то шаманы на самом деле Бахман. Этот Войт должен быть только Керри. Если у Клуслайн пойдет, то это вообще Клуслайн будет. Но это вообще будет плохо. Хэрри Войт не успеет напармить, вот здесь у меня мнение такое. У Клуслайн Войт просто бесполезно будет. Это так плохо, так плохо. Но если ты возьмешь Войт в Керри, у тебя еще и четвертый герой будет в Уфлайне, который тоже не очень много напармит атак, хотя будет спамбой. Ты можешь Клуслайн Войт взять и она хотя бы не Купол и Войт в Войту будет. Хотя бы МИС Войт. МИС можно и Войт в Войту. Это можно. В принципе. Просто и Купол дэмэдж будет. Какой-то хороший очень дэмэдж. Причем называется физдэмэдж. И кто у нас там бойник? ДВР. Я взял бы Фреона, потом посмотрел бы, что возьмут и добавил бы туда ДК какого-нибудь. И просто пошел бы все задать смело. Фреон, либо саппорт в виде самана, в виде доктора, либо действительно ДК. Может быть еще есть варианты в виде Радзора тех же любимых. Войт в Войт в Войту. Войт в Войту. Войт в Войту. Войт в Войту очень хороший, он очень хорош. Очень жесткий и все это то есть очень, правда думу сейчас кто-то Ликвид. Понятно, зачем они так залипыли. Войт в Войту. Войт в Войту. 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 В принципе, компьютер может выбрать себе героя, если ты не будешь пикать, но компьютер выберет какого-то персонала, иногда он может быть даже не форт, но может оказаться это бужом и придется так. Может оказаться героя которых не было. Нет, просто. А почему вы две минуты думали над этим пиком, если не может быть. Следующий пик. То есть решили, мы берем фалион, а вот давайте обсудим, что будет дальше, что мы баним просто. Просто у меня альтабурство где-то. Ладно. Не пикался герой. Но есть подозрения, то у нас ДК, если конечно сейчас сами гиганеры заберут ДК, но они опять получается что-то пытаются воровать Кантри. Ну вот спам какой-то брать. Они сейчас его не возьмут, а вот спам просто реально. Зайдут Тиньки, зайдут Тиньки, зайдут Тиньки, зайдут Тиньки, зайдут Тиньки, зайдут Тиньки, и герои должны будут за этот характер, просто полетом. Да. Потом собраться. Всё СТК будет поплёвывать иногда по табору, и всё будет падать здесь побыстрее. Всё это хаулем красиво так. Так а что можно взять вообще ДК, чтобы победить Алхимик, а опять пытаться тусики дать? Тиньки, Алхимик. Тиньки. Тиньки как вариант, но мне кажется он не успеет просто за инвентару купить ничего в этой игре. Ну и Тинька возьмёт уже не плохо, просто стоять бегать. Тебе не надо спустушить каждый там плач. Ага. Вот она. Ход подсканем? Подсканёем? Подсканем? Подсканём, да? Подбухай, Я уже видел вот этот вот Аленцевский замен, который пытается кого-то гангать, а я просто берусь и сносит. Это ради первого скалача видно, которые я никогда в Я в жизни не смогу прочитать по-английски, там что-то отспирсное. Оберхаумник. Оберхаумник. Вот, например, пик империи, вот, как магнитского мажора. Куал, точнее. Ну, они выиграют. Да, я про то, что это. Вы так вот их похоронили сейчас? Ну, правильно сделали, но тем не менее. В общем, там этот абсолютно правый пик, но это у ликарь всё чесалось. Ну, и last pick это будет, скорее, что кто-то... Кстати, они могут брать как есть доктора или шамана, Ну, что мы советуем, так же, какого-то по сейверу сейвера, потому что здесь сейв бы не помешался. Аракула. Аракула, что-то, демон, венгал, соответственно. Этот стандартный выбор. Очень хорошо. Аракула, это всё будет сейвить. Вообще, всего я его обучил. Макарка, всё. Фузы. И... Кидай в тбр, просто кидай в тбр. Ни одно не проиграешься. Так, я что-то не успел тут переписывать, не успел... Выходишь не на фулах. А здесь на фулах выходишь. Ну ладно. Это. Забанил биди бингуна, мне кажется, бинга тут была самая опасная. Ну кто уже мог взять? Это как на подстейк, конечно. Чтобы не усилили, допустим. Ну и кого лифт должен сейчас забанить? То есть это легион командора, который пойдёт в миф против паты, или это... Боишь на хэре. Боишь на хэре, скажем. Боишь на хэре? Боишь на хэре? Боишь на хэре? Боишь на хэре? Боишь на хэре. Не минус тихи. Вот тот герой, что бы не мешался на всякий пожарный. Какие? А. Не, на самом деле, святка Легион, Знидрафтеров. Соло-то-соло, они с Туриона очень плотно будут, видите, напрягать и могут на нём фармить. Другое дело, что он на третьем уровне уезжает в ход, и твое доминирование на линии не во что не превращает вещи. Ахэм. Ну и остаётся буквально. Ахэм. Буквально. на 15 секунд времени у PPD для того, чтобы пройти каком-то концентре, чтобы забрать последнего героя тоже будет тоже это будет нефть по технологике, но кто PPD знает или по его пикам, и это что он спирит для Сулаера Серьезное, серьезное заявление серьезное заявление, ну что ж вторая карта evil genius начинается прямо сейчас, а мы возвращаем слово нашим комментаторам MailStorm и Версути Спасибо, Иван Возвращаемся ко второй игре между командами evil genius'а с Liquid и второй раз на турнире Storm от EG Возвращаясь к первой игре, где он был взят там он заходил идеально, против Тинкера но здесь он заходит уже не так хорошо против героев с Liquid Наши аналитики отшучивались с пиком этого героя и Нес там сказал о том, что эта игра может превратиться в жанр фильма, который не совсем хотелось бы видеть на трансляции но судя по всему, вероятность такого сейчас очень высока в индийские боевики где будут долетать через все таки на самом деле очень много это стоит сейчас маны ультимейт этого шторма он должен собрать огромное количество артефактов, чтобы летать действительно далеко и эффективно да нет, тут проблема даже в том, что как раз таки наличие огромного количества артефактов тебе все равно не позволяет много где прыгать и бегать ну что ж, приступим к представлению команд Team Liquid, значит Кура будет у нас играть на Ancient Operation, Пата отыграет Эргенайтом Джерак на Тускари Майнс Контрол на Нейчерс Профити и Масунду Мэнлика ну и команда Evil Genius у нас в Пипити будет играть на Детрафтере, Сумаил на Шторм Скирити Бульба на Фейс Эс Вайде Ауэнс Вище на Легионе и Герк на Скупауэн Аньк ну что тут можно сказать по пику давайте по пику Liquid вначале потому что тут все очень просто все очень понятно и гораздо легче наверное рассказать да, опять есть Ancient Operation который будет закидывать свои бласты под врывы Пускара ну поддержки там всяких Марионов Траконайдов Общая концепция этого пика состоит в том что они будут пушить на ранней стадии есть чем поганны опять же да, если разный бласт будет то можно с Пускаром выходить сделать пару килов после чего собираемся вместе пушим товара если есть возможность убиваем Рошана ну сторона конечно радио не самая приятная но зато их позволяет с Томарошаном быть довольно быстро и непринужденно они тратят себе очень много ресурсов вот и соответственно идет очень дикий слоу-бол база падает и вроде бы понятно чем побеждать понятно ли чем побеждать ребята из EG и не совсем да, вроде бы есть хороший дизейбл от Вайда баунт хантер который должен зарабатывать как-то экономическое преимущество и мешать но кому ему здесь мешать ДК ДК очень плотный так что видим довольно тяжело его вначале пробивать Легионка в сочетании с тем же Вайдом тоже смотрится не так здорово как-то пока что непонятно выглядит задумка но возможно нам ее расстроит и Элджинесов в своей игре да, ну по первым впечатлениям у Евгениев есть опять же Баунт хантер который в прошлой игре себя вообще никак не реализовал и в этой игре ему нужно будет обязательно себя реализовать учитывая что то что опять же стоит то есть в ниде у них персонаж, который сильнее Dragon Knight 1 на 1 то при поддержке паунти хантера по идее должна быть какая-то серьезная доминация плюс ну если Death Prophet допустим двумя вот этими суппортами пускар и аппараты можно загангать то Шторма с появлением ультимативно загангать будет уже сложновато а ну как бы я думаю что до шестого левела где-то когда Штор получится шестой раньше гангать потому что это будет зачитат что касается вайда здесь тоже как бы не совсем все понятно что там это именно бульба получается у нас будет оффлайнер и ну короче не знаю все смотрится очень очень шапковалка да если там в теории я даже не знаю в какой теории я пытаюсь придумать каким образом эти герои друг с другом синергировать не могу этого сделать очень тяжело но врывается Шторм Спирит он потратит всю свою ману и максимум сможет убить какого нибудь зачутанного оперейшена уж слишком этого героя сильно подрезали да и тот сейчас думает что с появлением Блодорна он стал там уголок тем жестким но этот Блодорн нацармить надо для начала во первых а во вторых его нужно покупать уже когда игра заходит в стадию дикого лейта а для этой стадии нужно дожить каким образом не понятно да относительно того что было раньше летать гораздо сложнее ему и как правило если посмотреть на первую игру Шторма на этом турнире то он летел один раз но очень далеко с кучей артефактов если говорить о нескольких коротких прыжках то это практически не реально да если раньше Шторм Спирит мог прыгать делать тычку прыгать еще прыжок еще прыжок это то как играл Смейл почему его и изменили потому что он взвел он стал слишком сильным и решили так пофиксить пофиксили но есть плюсы конечно же так как блэдмейлы сейчас артефакт довольно серьезный то допустим какая-нибудь легионка с армлетом блэдмейлами и даггером каким-то условным может представлять себе довольно серьезную опасность проблема в том что делать свое вот двое допустим условно поставил хроносферу идеальная хроносфера теория идеального пайта так скажем то самое каким образом должны дпс в эту хроносферу ребята из g показывает хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе с теми того, что может быть здесь, может быть по линиям, как посмотреть, как расставиться. Ну, так как ликан довольно слабый изначале, все-таки его, скорее всего, будут прикрывать точно так же, как в прошлой игре, и мало что у ликвидов изменится именно в начальном большом смысле игры, скорее всего. То есть прикроют ликана, дадут теперь раскачаться и потом уже пойти уничтожать все линии. А то, что шторма может быть его заганнули пару раз. Ну да, да, в принципе у EG есть хороший потенциал ну, к гангу. Есть, естественно, легионка, которая врывается, поддержка шторм спирита, либо шторм спирит способ легионка, тут уже как пойдет и в целом, как бы, если вдруг пойдет какой-то дикий сноубол в эрли гении захвата преимущества, то легион же может поднять себе кучу урона, с которым в перспективе будет там за дуэль убивать такого персонажа. Это довольно приятно. Но, есть такой герой как Скар, который против легионки, ну просто великолепен, где он прячет сноубол. Есть Void, о котором мы только что говорили, ставят астроносферу, а в астроносферу максимум дистраптор можно валять. Синергия никакущая. И единственное, что приходит в голову, это какая-то супер непонятная стратегия, которая нам вообще никак не ясна, а вот ребята из EG каким-то образом знают, как это все реализовывать. Поэтому вот гадать, в какую доту будут играть за их гении, наверное, мало смысла. Ну, ты сказал, что про такой некий сноубол, ну вот Bounty Hunter сноубол, плюс ко всему легионки действительно в теории может набрать себе очень много демеджа и быть настолько хилым, что вся команда в игре бывали и такие игры. Тяжко, конечно, будет. Действительно, на пик в ликвидах будет гораздо интереснее. Посмотрим. Отцы хорошо заходят против большого количества крипов. Тоже из плюсов. Затинул на девоции после каких-то некрачей, после каких-то пинков фуриона. Обычно такие постов. Там сами герои, и там уже оба горства с урона влетают. С этих стрелок. Такой аналог шейкера. Да, небольшой аналог шейкера. Показывает нам кубок замечательный, за который борются эти коллективы. Показывается в чрезвычайный раз. Там там, 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 которые после мейджора, наверное, единственный коллектив, не сдавший свои позиции. Да, потому что они не меняли состав, они не сдали позиции, они дали, напомню, на последнем мейджоре второе место, но после этого продолжили играть. Пусть смотрели, тут тяжело сказать, что они смотрелись не так здорово, просто все коллективы, которые оставили там за собой огромное количество инвайтов, они практически ничего не играли. У нас одни квалификации были, то на один, то на другой турнир. И Ликвиды на этом турнире пока что трудозав. У нас была групповая стадия, команды из группы А и группы Б не пересекались между собой, но в группе Б Ликвиды были нагло сильнее всех, а в группе А, как мы видим, и Юли, лидеры, переговорочные этой группы, уже проиграли уже. Да, да, то есть там как-то не совсем понятно, что происходит. А учитывая, сколько Ликвиды играют, ну, пока, лично я, практически не делал. Я, к сожалению, сейчас пока что только слушаю. Я немного занят. Очень поздно к этой квалификации, если он играет на все 100%. Наверное, они сами, только вот как мы говорим, что они любят так отдаваться, может довести, не довести их до добра, но если они будут сконцентрированы в нужные моменты, собраны, или играть так, как сыграли на предыдущей карте, то действительно очень и очень жесткие на все противостояния. Ох, ну я уже даже не знаю, что у нас тут еще можно обсудить. Что еще можно обсудить? Ну, можно обсудить выступление Evil Genius, вот мы вот тракция... Можно обсудить Рошана, как будто сфотографировался вот с этим Рошаном. Я бы хотел залезти в оборот, что он тут сделал. Это стоит на сцене. Ладно, ход пришел. Еще отключить пока звук, что я в стриме. Ну, не проблема. То есть, все равно будет, правда, слышно немного, но... Я в курсе, ребята, что ход пришел. Я пошел ходить уже. Между прочим, Рошан это персонаж, который терпит в доте больше всех. его и одни, и другие обижают, но он постоянно... Первый раз в его Рошпите находится что-то полезное, нежели вот этот мусор, который постоянно там выбрасывает пики, пешки, ветки и прочее. Мне кажется, со временем, если это будет продолжаться, то там будет какая-нибудь введена нофсис, потому что там каждая оставленная вещь сделает... О, сальмирка. Или он просто ее ломает, ну, потому что иногда это действительно очень сильно мешает самим же игрокам. Да, уже сколько было случаев, когда накидные шмотки, дверсторик берет ветку, а если кто-то сбивает... Бывает, бывает такое. Всякое у нас в дотке бывает. Да, ну и также вот такие вот моменты очень важные, потому что для концентрации, сохранятия, потому что часто у нас бывают, ну, различные паузы, иногда там азота, виснет иногда, там что-то случается с железом, и очень часто это бывают какие-то решающие моменты, поэтому нужно всегда сохранять вот этот боевой настрой, ни в коем случае его не терять. Очень много я видел моментов в играх, когда, допустим, ставят паузы, она стоит буквально за 30 секунд, решающий момент, когда нажимается, такое ощущение, что одна из команд в этот момент смотрела там... Так, ну что? Пулза плюс два SP, есть, да? Так, ну все. Почему не на грифх разгон? Они еще пригодятся. А пятая, шестая, скорость, разница почти какая. Таким же игроком, но он играет на саппорте, и в какой-то степени это даже более ценно, выжимать с саппорта, все, вот у него все, его Earth Spirit, сумасшедший. Если раньше от саппортов не так много требовалось, то сейчас уже не те времена настали, что типа, ну что-то из разряда, купи ворды, купи меку, побегай, принеси, подай, там, мешай, и все дела. Сейчас уже наступили времена, когда эти саппорты делают практически все игры в первой гейме, а первой гейме решает в принципе исход в целом игры. И потом, если вдруг даже игра затягивается, вот эти феноменальные рубики, которые воруют все способности, обращаются в противника, эти тускары, которые просто там могут тебя спасти из-под невероятно огромного количества всяких разных скиллов и так далее. То есть очень и очень и очень много ответственности и им так-то возложено на как раз саппорта. Так, кстати, напомни мне, не вирух, я пишу, но там, где пишут номер, и фрикулы расстраиваются, что это там вообще совсем на пятницу наступать. Обязательно напомним до сих пор. Да, потому что это уже будет, когда у него ставили 9555, например. Да, можно только поведать и вполне. Да. Будет уже не очень. Ну, как я помню, его там в моем раппозиции объяснят, так, я слышу что-то назад. Да. Вот, кстати, я так понял, ну, я не смотрел конкретную игру, где он поднял вот эти 9К, хотя, думаю, очень много видео, но, как я понял, из Твиттера, когда он выиграл, эту игру, короче, выиграл, и там, которая, которая, и так получилась, ну, как раз, как раз, как сейчас, ну, или, во всяком случае, получилась такая-то в итоге дело. Да, самое главное, то, что он всем этим занимает, а параллельно этот центр, то есть, человек избивает, помимо официальных матчей, профессиональных, именно на лане, еще тренироваться, и он явно там играет на максимальную отдачу, потому что человек, явно поставил свою цель топ-1 рейтингой, максимально большой отрыв, отрыв, тяжело, потому что, как бы это могло мешать. Ты играешь в доту, а когда ты играешь в доту, ты играешь в доту. Да, то есть, ты играешь в доту, в рамках точмейкинги. Ну, я видел, как он сразу после игры, только закончилась игра, он играл еще и на 100-м, возможно, он играет вообще. Возможно, он параллельно еще в доту играл, почему не заметили. Может быть, и так. Что я, в принципе, не удивился, да. Да, да. Этого игрока мы обсуждали неразно, что, обсуждать, обсуждать, ну, победитель данной серии сыграет против ИГИ, в том числе, против Мирикла. Забавно, что вот сегодня выглядела действительно настоящим месивом игра Нью-Био-Джи, но если вспоминать, и обе команды смотрелись хорошо, но если вспоминать серию Ликвидов-Джи, то Ликвид были сильнее в разы, и там даже никаких сомнений не было, что победа достанет Дэйн. К сожалению, действительно, настолько сильны и являются настолько жесткими фаворитами. они именно вот настолько и сильны. Именно вот их уровень игры, он невероятно густой, они во всех планах очень хороши, умеют играть вообще в лучшую доту. Ты вот видел, да, взять Игжи, которые при отступлении теряют всех твоих тиммейтов, и взять Ликвид, которые при отступлении теряют ни по одного, либо вообще никого. Делают инфиграмм, если нужно, они нападают, если нужно, они отступают. Если нужно дать левел оперейшн, они дадут левел оперейшн, то делаю так, что с ухаром бегает четвертый, аппарат шестой. На восемьем пути аппарат шестой. Я не знаю, как они это сделали, но они это сделали. Да, оставлял пиццу, мишка. Вот. То есть, их стратегическая составляющая была такова, что оперейшн, ну, оперейшну надо поднять быстрый эсглад. Они это реализовали и, как ты видел, сделали на таком погрязи, что в угол. Возьми оперейшн в любой другой команде, она даже напалагин так не сыграет. Оперейшн, который в другой команде, это обычно метафики, парнин, лет и, там, пытаемся кидать интуарты минуты, как минимум, 12-й, 11-й. Совершенно разные вещи. То есть, у этих ребят видение, понимание, доты и все вот эти аспекты в игре на уровне лучше, а то и на нескольких уровней выше, чем в других коллективах, потому что они еще не сыграли. И поэтому, в общем-то, такая вот огромная разница, такая огромная пропасть. Просто единственное соперники, единственное соперниками были, по сути, сигреты, но они поменялись на состав. Да, это что-то забавное сразу просто победа. Мы решили, что так будет лучше. Для тех, кто забыл, напоминаю, что вы находитесь на эпицентре и не у каждого человека есть возможность приехать. Может быть, кто-то не смог по каким-то обстоятельствам личным, может быть, кто-то по географическим обстоятельствам на многих частях. У нас падает в теории. У нас падает в теории. Инвокера? Да, или саундстрайк кактуется. Макси, возможно. Но я разделю с тобой урон. Ну да, у нас возможно такое какое-то злои. Я видел сегодня в фойе очень много фигур различных. Это Ипу, это и Сунгин. И все они выполнены очень качественно и красочно. Поэтому фотографируйтесь, обязательно отправляйте фотки в различные соцсети. Например, Twitter с пометкой с хэштегом Epicenter или с указанием Twitter Epicenter. Думаю, что вы забавны будут репоститься. Да, самое забавное будет репоститься, конечно. И вы сможете таким образом как-то сказать людям, которые не смогли приехать. Потому что конечно, ну, довольно много людей, ну, лично мне говорю о том, что приехать хотят, но возможно, билеты проданы практически все, потому что мест свободных вообще нет. Да, и это только четверг, билет продавался на каждый день и, естественно, субботу-воскресенье, выходные дни, на которые смогут прийти абсолютно все, кто хотел, и посмотреть за эпичной развязкой этого тюнира. Думаю, что развязочка здесь будет очень суровая, судя по уровню игры, которую мы смотрим сегодня. Да. Если вот здесь свободно вы можете всегда посмотреть тропезничьего шоу, например, которое мы записали вместо его шоу, которое будет записано в маниле. Да, ну и массу контента, которые находят на каналах Рутаба, на каналах Эпицентра. Ну а сейчас мы посмотрим контент, конечно, ради которого мы здесь все собрались. И это игра между командами Liquid и Волжинирсус. Мы уже представили команды, мы уже рассказали вам практически с самого рождения игроков в их историю. И теперь все, что нам остается, это смотреть за их будущее и их настоящие. Да, ну, как-то видим, орокены кивы, что шумера я застю будут воевать. В прошлой карте Liquid говно говно-респ ну, это еще пока непонятно. Чем он смеет сбор ресурсов? Нормально все, что ты? Может, сальмиркой будет мейн? на самом деле ЕГ нужно просто задоминировать начало вот и все. Шторм, который с легионкой убивал начало, они потом могут просто развалить все. Начинают завлюблять Ликана. Ликану довольно больно, ну, и он отходит. Он отходит, потому что не способен выиграть дуэк. Патрон забирает тюрьму, Самаил забирает мейн. В этот раз начало хорошее, но самое интересное ждет нас впереди, а именно что же придумать ЕГ с лимпиком на начальной стадии. Немного так дикее. Пятое появление Ликана в 6.87 прибежал только один раз. Как раз отлигает Матумбор. Последний дикер на нем проиграл только Ден. Да, Матумбор за дикер проиграл две. Ну, наверное, потому что Ликану мало проигрывал здесь. Хороший венрейт у них. Да, кстати, статсмен Феронин у нас радует статистике нас уже весь турнир и старается выдавать, несмотря на то, что следить с апдейтом это дело несколько тяжелее, нежели обычно, но я думаю, что в будущем он будет еще жестче и еще интереснее. Статсмен истер 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 на самом деле такая изобретательность тоже довольно важна, потому что иногда статистику можно придумывать, с чем-то сравнивать, какие-то моменты искать, потому что интересные, которые на первый взгляд никто не обращает на них внимания. Все равно довольно тоже такая интересная ропотенка. Ну, перейдем аналитика 4К. Я так понимаю, Катан 33 это типа 3К ММР это как сказать критика аналитики 4К ММР от 3К ММР Да ладно, 100% это просто-напросто ММР по-моему, еврей из тебя плохой. Я вообще не еврей. К чему это? Ну, мы уже видим 14 на 7 против 6 0 стоит он великолепно и уничтожает драгон на этом виде 4К. Маловато, потому что у него и дэмэдж очень хорошая, у него все эти генданты, поэтому баде тяжело приходится, но в принципе пада, я думаю, он совершенно выкручивается, принесет себе бот, он будет с вами призанить почаще, для того, будет ему нормально. Пульба здесь как-либо забит, убить не получится, получится максимум его прогнать ими, что, в общем-то, чего, в общем-то, и добиваются. Из-за того, что Пульба сейчас довольно много внимания отвлекает двух суппортов команды Liquid, за счет этого у аппарата, к примеру, и появится быстрый Эйдбласт. Как я думаю, может быть, конечно, будет хитрый губ. Ну, подсодержив, в любом случае, да, вот воет такой герой, которого двумя, ну, чуть ли не любыми персонажами убить практически невозможно на ранней стаде, пока у них нет действительно хорошего демоджа, как карта, поэтому здесь его остается только отгонять, пытаться развести как-то на таймбол, и пока таймбол не будет спускать хреба, но, как мы видим, это не очень хорошо получается. Ну, поехали искать счастье. Счастье. Если чего страдает у нас центральная линия, но за то, значит, профит набирает. Да, дядя уже ходит. О, сапожки. Приятно. Правда, охрана неприятная. Там даже, по-моему, сам не поверил, в ликонсе будет убивать его, уже развернулся, но есть уликано-опция помочь с помощью Хауля, не только. Бомботи Хантер отдается на хребах, опять фир, но это для того, чтобы быстрее вернуться на базу, все-таки ему несколько подняли стоимость... Да где? Где консы? Консы... Где вы? Если вдруг я там где-то просил на большую величину какое-то тебе гораздо проще только в мире интересную пашу. Ммм... Моя недоволен. Смейл у нас немного подсорнули. Я ском понимаю, что по таймингам сейчас его могут загандовать, и, соответственно, пока у него нет оптимативной способности, желательно как-то... Халявная деревушка, это хорошо. Консы, порталы... Идите к папе. Ай-яй-яй, не так сделал. Почему он бежал так жестко? Ликвид, дэмэджи, чтобы пить шторма по сути нет. Как нет? Дэмэджи есть, а дизейбл нет. То есть единственный стан это драгонайт, который может сняться просто элементарно бафом от легионки. Прежде атак. И получается то, что шторм становится по сути ненесимым гимитом, если он будет грамотно играть. Но тут немножечко другая проблема будет с легенем. То, что вы не дпс, не хватит, чтобы купить кого-то из легион. Это будет основной проблемой. Если же они найдут способ, как вот этот демошь вносить, то тогда, в принципе, у них все смотрится очень даже симпатично. Детрафтер стоит, готовый к крыму, вешает первую патту на ханте. Ах, сейчас больно будет. Возвращают его в лимцом, пошла дуэль, но он очень плотный, вряд ли получится выиграть. Еще и залетают шарды, на хитках патта выживает. Он на хасте, патта. Нет. Что? Как это? Сумаю, как его гуманно теряет. Куро тем временем уже забрал баунти-хантера. Продолжается драка. Забираю. Курсикаж. Пошла. Уйда, значит, сроки-хантера. На маленький прыжок, буквально отлично за то, что Безинов все равно таки погибает. Там пекло просто. Ну, походу, дело у ЕГ жопа. Ааа, нет. Ну. Блин, еще и прокляли. Проклятые подонки. Ну, ладно. Да, 4-й левел взял, но, конечно, не хотелось бы на этом останавливаться. Ну, это 6-й. У Апарэшина, кстати, 6-го все еще нет, но всего на всего 7.30. И до 6-го ему остается не так уж и много. Вот он перетягивается сейчас на топ. Здесь готово атаковать литвы. Это пошел Сноубол, Легионка. Есть также майн-контроль. Просто зажата. Она отсюда никуда не уходит, ее просто зажимают, она выйти не может элементарно. Без каких-либо шансов. Опять слаженная, четкая, грамотная игра. И при этом, при этом они вновь находятся рядом с Тауров, хотя они не просто так туда прилетели, суть и всего будет пуш. Или кто-таки нет. Какой грунтый. И потом, наверное, будет продолжение. Ладно. Тысяча в ход важнее. Практически не видим мы возможности каких-то напастных героев Ликвит. Уже с самого начала игры ничем дальше тем будет сложнее. Но пока не будем сбрасывать игры со счетов. Хотя уже начинают там кушать верхний тавр здесь куриным попарейшнам перетягивается в сторону перетягивается... По фарму, вот, кстати, если поставить на наш ворту, то, в принципе, держится более-менее неплохо. Да, там три персонажа команды Ликвит в топе, но и у ЕГ есть один в топе, остальные тоже более-менее норм. Куру нашли, но тут еще пока непонятно, кто его и нашел. Нет, ну, конечно, Куру должен выбирать и шансов, и есть первая выигранная дуэль. Да, подпидел Куру, видели, как он отступает в лес, подошел с ним до конца, пошел его искать и забрали первый демош. Это очень-очень приятно. Там Телепорт был на кулдауне, поэтому никаким образом не мог уйти. Вот такая вот незадача от оперейшена. Правда, он взял почти 6-ой левел, остается совсем немного. Ну и чем ответит Ликвиден? Какой-то, может быть, смок-атакой? Ну, вообще, Ликвиден нужно буквально 2-3 минутки на то, чтобы уже окончательно оперетнуть и айс-гласс поднять на оперейшене. Там, с появлением книжки какой-то, условно, эту проблему можно решить. На миде нету бушки, может быть атакован Сумаил, ДК использует ультимейт, Сумаил уходит, но слишком мало МП и его здесь без особых проблем разрывают. ДК возвращает назад, но это только более сейф-позиция для него. Будет их трансфер, они от Ассутилейшн, пахла, дуэль, дуэль от Джеракса. И просто отдали. Просто отдали. Тем временем на топе у нас интересная ситуация. Пиро почти поймали, на опережение летит в Риуан, но тут пир тоже грамотно выбирает путь к отступлению и спокойно уходит. Ихалываю на дуэль, поэтому спокойно ничего не угрожает. С фейзами, с барабанами, довольно стопалый. Но тут мы вообще все глотали, а мастурка вторая сетет будет напоминать. Да, потеряли уже две бутки. И самое, конечно, опасное в пике Ликану это и Куша с Ликаном. Куша еще не начинался. Нападение, двойда. Хватит ли уроки. Но пока, но они очень много долетают, под форму Ликан активировал. Есть подсех, будет скатываться. Получится Ликану убежать или нет? Ну бежит, 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 мансует по лицам, Дижена не хватает. Пичка в итоге сделает удовольствие. Сумаилу Ману не хватает. Ликан таки убежал. Отличная игра от Джеракса. Грамотно он засейвил. И в итоге еще и три персонажа команды. Не волк, Джейнилс. И следующий там Верни. Четвертый на подходе. Обалдеть. Идеальный сейв своего Ликану. И дали всю команду. ЕГЭ Оперейшн. Успел получить от Айсмлаз. Голдотку к лозик с чатиком. Ну да, это 2-0. Кура красава. Я не знаю. Я не знаю, кто на ком играет, но Кура красава. Остальные наши пики киды. Но ему еще и повезло. Идеально оттанцевался в лесах. И пикал. И в лесу быстро. Ну мы по морали сейчас очень сильно пьет, конечно, ребята в ДИГЭ. Очень стегловато походят в спортивах. С отменить рыбку не приключилось вообще ничего. Ни одного игрового момента они не могут реализовать. Естественно, по морали там не лучшая ситуация. Как и по экономике, которую мы что-то смотрели. Там, что экипаж, что золото на очень серьезных позициях. Игра только-только начинается. По артефактам. У нас майн-контрол уже почти сделал Микас. Помимо того, что он есть в этом барбанах. У нас майн-контрол уже врывается в одного, второго. Айс-бласс доехал в Кумайо. Хорошо задохнул Диагон. Еще и есть урон с выигранной дуэли. Пи-пи-ди. Пи-пи-ди же билон. Ювелирная хроносфера. Ну, бракеты, крыса, ахотуба. Мата очень побитых. Мата погибает. Пошла вешенная битва. Трайс потеряли. Ребята из Ликвид, но продолжается драка. И будет, будет мячить. Ау, и куда же делать? Ну, сам, это тоже очень приятно положительно. Нет, это как-то пиво отстав. А майн-контрол. Ну, ладно, ничего проезд есть. Ну, догнать. Барабаны поезды? Есть, но с Легионовым под барабанами. Да, с Легионовым также есть барабаны. Активируй ты, Бликан. Но с Легионовыми нас очень опасны. С Легионовым нужно прогнать. И, наконец, у ЕГЭ получалось хоть что-то. Это действительно неплохая драка. Они провели ее как минимум ровненько. Заработали еще демеджа. Да, мы видим, да, с Убитрины. У Легионовым это вполне третий дуэст, который она выигрывает. У нее плюс 30 демеджа. Это действительно неплохая цифра. Ну, да, если бы для такого старта есть, если бы выходит в опыт, то, в общем, и очень средненько так получилось, как я так называл. Ну, будем смотреть за продолжение, потому что савана попадает в пол-команде CG. Сами же они толком ничего не ломают. Мне эти саворы даже не погрызят. А это очень сильно решается. Рано или поздно, у Бигды еще и на рожки Блэйзи. Если бы я кто-то так учу-то соль, то что-то соль. Ну, уходят и сел. Вишен, чтобы он хорош и вижен стоит. Он находится в атакующей позиции. Соболдают визу, наверное, агрессивно давить. Ну, так, и визу, наверное, скорее опоздал. Вот, пока что не за решающийся, что это так уже визуально. Пошел в банк. Видит, что это издание. Есть, что это из-за того, что соперника начинает. Ну, и в Леге, так же, как он может, как он выставляет в арбит. Вижен, не хватает времени. 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 Отступать, то, что инициировали. Просто более чем великолепно. Соболил живет. Тут ликорито его пытаются нагреть. Конечно же, не получится. Идем, не надо. Да ладно, его Шардами забили. О, мой бог. Ликвиды. Так, настоящий путь озера. Спустите, что его... Браво, Браво, Куиш. Какой сноубол. Сноубол идет дальше. Куда это забрать военконтрол? Есть много команды. Азир помогает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Раскачаем легионы вместе с вами Пусть все знают Как мы отдыхаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Две концы уже что-то Уже что-то Уже что-то Уже что-то Продолжение следует... 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 В первую и вторую целую. Хорошо, да. Just kill, no luck. Не просто за 100-200 героев нанести по нему конкурсу, то нужно в этой игре еще что-то заходить. А, это был волосатый. Че началось то? Какой лакер то? Чего это вдруг? Где вы? Че? Че вы сейчас всех побаню? Концы, концы. Да, а вот эта драка, где огромный вопрос идет ауэ. Дело в том, что если он не сделан того, что бы получилось в этой игре? Ну он ставится в футбол, вроде не плохо, бьют футбол, понимаешь? И футбол просто идет, а он просто говорит, я разберусь. Я разберусь, получает стат, получает смерч. Остальная команда просто смотрела как зрители немыли на это дело, в итоге пока не думали, их тоже убивали. Вот о чем речь была как раз, когда мы обсуждали, что как-то очень странно себя ведет, что в предыдущей игре тоже началось найти в том, что он дрэгер. Ну, щас, ага. Вопрос за кауи, естественно. Вот этот момент с его врывом в хроны, это, конечно, значит критическая ошибка, потому что уже камбейчили, и был трейдинг, но вот эти минус 3 на рогу, я не знаю, что они сделали, а они как-то решили. Ну, это уже одно, это сказать, и маленькие, вот эти вот проблемы, когда в технических сторонах мы видим, где ГГСы и, кстати, начинаем понимать, что даже поэтому победы не волкать, ни Фуэлл, и, знаете, кому-то более, дрэггенстайк, потому что, что любая, да? Ну и вот, победа, эмоции, победы, не настолько эмоциональны, как это были у Джин, но, тем не менее, тем не менее, тоже определённые эмоции мы можем проследить. Ну, в общем, в целом, хайлайд мы посмотрели, можете победить и тоже нет. Начнём мы, пожалуй, с конкурса, конкурса предсказателей. По итогам трёх групповых дней, двух групповых, одного вайлдкарда и первого дня плей-оффа у нас такая ситуация. На последнем день человек, который не заработал ни одного балла сегодня, это Смарчок. 13 баллов. Ну, сегодня можно было зато не заработать ни одного балла, потому что только две игры были. Дальше. На предпоследнем месте человек с 16 баллами, точнее, это группа людей, это Дресс, Инмейт, Вятхан, Лост и другие. Так. Второе место занимает почётный зритель. Они, кстати, начали голосовать так же, как и ты, Ярослав. Но они не понимают, что если ты уже лидер, это так не работает. Я думаю, они сделаны. В итоге у них 18 баллов, ну и у тебя Ярослав 19. Вот, знаешь, я не смогу уйдать эфир, чтобы его в этот раз зрители победят на всех. Может быть. А это будет уникальное событие. Но рандомус в этот раз не разыгрывается у нас. Его уже давно выиграл Смайл, так что еще одного франкоптера в этот раз. Ну вот, у меня войска больше. Папство. Здорово, Вася. Здорово. Мир лея. Мир лея лея. Залют на зеркалах, в котором, вы уже картинки, есть армию. Павловica, Павловica. Он с собой для этого. У нас 5-й пойдет. Он свои лея. Каждый. Особорка, записывается. Джер Timber. Окей. Третья позиция он в о-о-о-ой Он мистер Вторая позиция он демидит паттер Я же понимаю, ты не говоришь, что все лучше согласны Я уже, мы же спереди, я уже слышу Хорошо Нету разногласий Это отлично И первая позиция, как это ни странно, собирает этот человек Второй позиция, как это ни странно, собирает этот человек Второй позиция уходит в интернете, в интернете, в интернете Какой кальянт? Чего ты взял? Бред какой-то Играет на пиктовом роли и играет в лучшем снятие поэтому сегодня да, ну что ж символистик сборной 12 мая выявили приказы вышли но сегодня нам стоит остановиться прощаться это была хорошая идея как я сказал, Виталий завтра 3 игры 7 матчей также комплект экспертов про чтобы победить пора завтра будет интересно завтра будет круто начиная с утра поэтому я не знаю, что раньше пришел внутренним ну что ж, сегодня можем с вами попрощаться и в конце вечеринка будет будет большое видео на том, что будет сегодня игровое видео всем пока, хорошего вечера и пока спасибо 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 спасибо